Всем привет, друзья, с вами Дедушка. Наконец-таки вышла вторая бета-версия iOS 15.3. Судя по всему, это очередное рядовое обновление бета-версии iOS 15.3, ведь прошивка весит всего лишь 600 мегабайт. И получается, что разработчики походу особо не запарились с тем, чтобы занести сюда каких-то масштабных и больших изменений, а просто какие-то доработки доделали и выкатили бета-версию вторую. Если вам интересно, обязательно оставайтесь, и мы, конечно же, все эти доработки и изменения проверим вместе с вами. Как вы помните, в релизе iOS 15.2 компания Apple добавила возможность отслеживать, ремонтировалось что-нибудь в вашем устройстве или же нет. Теперь с приходом iOS 15.3 компания Apple также предоставит возможность отслеживать, помимо того, какие конкретно запчасти были заменены на конкретных айфонах, также появился отдельный текст под этим пунктом о замененных запчастях. Вы можете узнать больше о этих замененных запчастях. Также информация поступает такая, откуда были привезены эти запчасти и где они были установлены. И вообще, откуда Apple добывает всю эту информацию. Примерно месяц назад мобильные операторы по всему миру стали бойкотировать новую функцию от Apple, которая называется «Частный узел». И в связи с этим, компания Apple в очередной бета-версии стала своих пользователей предупреждать с помощью специального мелкого текста о возможности использования этой функции. Но даже если вы все равно находитесь в той стране, где эта функция в принципе поддерживается, и мобильный оператор позволяет использовать вам частный узел, все равно у вас будет отредактированная версия текста под этой функцией, которая вам все полностью опишет о возможностях этой функции и вообще, как ее правильно стоит использовать. В дополнение к этому, компания Apple в своей функции цифрового наследника, которая появилась вместе с релизной версией iOS 15, добавила новое описание этой функции. Как видите, здесь находится вся информация, которая описывает конкретно какие данные будут переданы вашему цифровому наследнику. И на этом, в принципе, все изменения, которые были сделаны в iOS 15.3 Beta 2. На мой взгляд, они крайне мелкие, и если бы я вам о них не сказал, то, скорее всего, вы бы о них даже и не узнали. Но давайте посмотрим, какие изменения произошли в работе устройства. Первое, что меня интересует, это работоспособность хранилища айфона. Конкретно, насколько быстро оно будет открываться по сравнению с тем, что было ранее. Ведь ранее оно открывалось очень долго, и как видите сейчас, так же оно быстро не открывается. Используемое место 45 гигабайт 600 мегабайт открывается хранилище до сих пор. Но, как обычно, очень странно работает хранилище, конкретно оно айфоне 11. А вот тот же iPhone XR на iOS 15 2.1 релизной версии в хранилище отрабатывал просто молниеносно. Только я его запустил, хранилище сразу было подгружено, и вся актуальная информация отобразилась. На текущий момент мы видим, что на айфоне 11 с iOS 15 3 Beta 2 хранилище до сих пор не загрузилось. Ну, наконец-таки хранилище все-таки отобразилось. 45 гигабайт 600 мегабайт по-прежнему. Как видите, вот такая вот актуальная информация по занятому месту. Если сейчас мы закроем настройки и заново зайдем в хранилище айфона, возможно что-то изменится. Так. Ну, в принципе ничего не изменилось. Используя мое место точно такого же объема, все приложения сейчас загрузились куда побыстрее. Но все равно работа хранилища оставляет желать лучшего. И это я уже говорю на протяжении нескольких видеороликов. Просто потому что на 11 айфоне хранилище ну прям очень долго постоянно загружается. Проблема, с которой я лично столкнулся, это нерабочее радио в приложении Apple Music. Что бы я ни делал, как бы я ни пытался его запустить, никогда стриминг не воспроизводится. То есть я могу вечность ждать, но никакая музыка не заиграет, к сожалению. Эта проблема тянется еще с первой бета-версии iOS 15.3. Никаких изменений в релиз ноутс по этому поводу также не было указано. И как видите, до сих пор радио не заиграло. Других каких-то больших изменений в работе айфона 11 на iOS 15.3 Beta 2 я не заметил. Устройство работает очень адекватно, все приложения запускаются быстро, в них все так же хорошо подгружается. Каких-то больших изменений мы сегодня, конечно же, здесь не увидели. Но все дело в том, что это только бета-версия и только вторая в iOS 15.3. Между приложениями переключаемся и видим, что они запускаются действительно быстро и даже, возможно, немного быстрее, чем на iOS 15.2. Но это, конечно же, опять же, нужно оценивать в сравнении. Я вижу, что устройство работает просто адекватно, быстро и хорошо. Даже такое приложение, как Погода, в последнее время работает действительно нормально. Приложение открывается, сразу актуальная информация по погоде подгружается, перелистывание работает быстро. Здесь все действительно хорошо. Проведем наши стандартные тесты. И первый тест на скорость включения. Включаем iPhone 11 и включаем также секундомер, который у нас в роли iPhone 4s на предыдущей версии iOS 6. Как видите, до сих пор телефончик работает и секундомер на нем также работает, что, конечно, неудивительно. iPhone 11, на мой взгляд, работает также неплохо, как и iPhone 4s на iOS 6. Время включения 19 секунд. Предыдущие показатели вы можете увидеть прямо сейчас на своих экранах. Второй наш стандартный тест на скорость запуска набора приложений. Запускаем приложение по очереди. И, как видите, каждое приложение iPhone 11 запускает действительно очень быстро. Только что телефон был перезагружен. До этого все приложения были полностью выгружены из многозадачности. И сейчас, после перезагрузки, устройство все равно запускает их прям очень быстро. На 20 секунде мы уже практически запустили половину приложений. Игрушки запускаются вообще мгновенно на iOS 15.3 Beta 2. Я прям сейчас сам удивляюсь, насколько быстро все происходит. Несмотря на то, что действительно устройство было перезагружено. И все приложения были полностью выгружены из многозадачности. 40 секунда. Мы запускаем уже предпоследнее приложение. На текущий момент запускаем уже последнее приложение. На секундомере 50 секунд. И сейчас мы, конечно же, увидим конечный результат этого теста. Который, конечно же, можно будет сравнить с предыдущими показателями. Которые вы увидите прямо сейчас на ваших экранах внизу. Общий показатель получился 1 минута и 5 секунд. Отличный результат. В сравнении с iPhone XR, который на iOS 15 2.1 справился за 1 минуту и 8 секунд. Мы видим, что iPhone 11, конечно, будет побыстрее. Но разница не очень большая. И оба устройства по-прежнему работают замечательно. Конечно же, мы вместе с вами оценим результаты в тесте на производительность Antutu. Сейчас мы запускаем этот тест. И, конечно же, оценим, какое время придется преодолеть для того, чтобы полностью пройти этот тест. И какой результат получится на iPhone 11. Если кому-то из вас интересно сравнение работы iPhone 11 на iOS 15 и iPhone 4s на iOS 6. Обязательно дайте мне знать об этом в комментариях. Ведь видео может получиться действительно интересным. И мы увидим, что старое устройство на старой версии iOS работает не хуже, чем новое устройство на новой версии iOS. Если вам такое видео интересно, обязательно дайте знать в комментариях. Как видите, тест продлился практически 11 минут. За это время устройство смогло набрать 532 тысячи баллов. Забавно, что на iPhone 11, в отличие от iPhone XR, тест продолжается практически на целую минуту дольше. Что говорит о том, что возможно, все-таки на устройствах с процессором поновее добавили новые какие-то тесты. Если вам что-то об этом известно, обязательно укажите в комментариях. Судя по всему, в последнее время компании Apple было вообще не до обновлений iOS. Ну, праздники, сами знаете. Поэтому все силы, конечно, наверное, были брошены на праздники. А уже в последнюю очередь на обновления. Если вам просто интересно обновиться ради обновления, то обновляйтесь на iOS 15.3. Бета 2 ничего не потеряете. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал и, конечно же, ставьте лайк. И напоминаю вам, что у меня также есть телеграм-канал, в который я публикую все новости из мира Apple раньше чем-либо где. Также можете на него подписаться. На этом все. Всем пока. Не забывайте подписываться.